Сегодня прозвучала идея о родовых поместьях. И как-то лет 20 я узнал об этом, работал начальником станции. Но тогда уже я понимал, что чем больше я управляю этим процессом, тем более активно я участвую в разрушении планеты. Вот как-то я это тогда осознал, честно сказать. И вот с этим очень долго все это крутилось в голове, пока не познакомился с этим светлым движением. Сегодня в России более 400 уже поселений, состоящих из родовых поместьй. Дальний Восток, несмотря на то, что у нас пилотный проект, есть такой дальневосточный гектар, на самом деле мы очень сильно подстали над западной частью, потому что они покупают землю за свои деньги. И уже есть поместья, поселения, в которых по 350 семей живут, по 110. И это совершенно другое пространство, где детям очень хорошо. Мой друг проехал всю Россию, и вы можете увидеть такие фильмы на Ютубе, как «Возрождение России», на канале «Развивающая ТВ», «Счастливая ТВ». Это даже у Гордона на передаче были ребята с поселения «Здравая». И под находкой мы взяли тоже 42 гектара земли в районе Золотой долины и хотим создать там пространство, в котором детям будет хорошо. И первое, что мы сделали год назад в детском лагере, в котором проводили, мы ввели правила, то есть нет гаджетов, нет сотовых телефонов. Но не просто нет, а мы замещали это время теми интересными творческими занятиями, которые дети могли делать. Мы приглашали абсолютно разных людей. Они плели корзины, они строили там шалаш. Они ходили в лес. У нас баня на берегу реки стояла. Они постоянно рисовали. У нас караоке для них было. Стрельба из луков. Мальчишки занимались единоборствами. Мой друг просто занимался самбо в свое время. Он чемпион Советского Союза по самбо. Вот он детишками, парнями занимался. Вот, раз в неделю, насколько мог. И вы знаете, вот дети, все, кто были в лагере, они говорят, а лагерь будет? Мы вот просто попробовали. Я просто понял, что на самом деле детям вот до 9 лет максимально надо двигаться. А их уже там английский язык, там со второго класса. Вот, я правильно говорю, нет? Двигаться любите? Вот, поэтому я считаю, что сегодня, вот здесь люди есть уже разных возрастов, да, и многие говорят, мы ничего не можем изменить. Вы знаете, на самом деле от одного человека зависит очень многое. Примеров таких масса, Индирогенди, да, то есть практически изменил ситуацию в Индии. И ребята вот выступали, они не просто поют песни, я считаю, это, ну, действительно, барды. Потому что 12 лет назад они участвовали, тогда было три автопробега, и благодаря их усилиям появился вот тот самый дальневосточный гектар, ну, это, конечно, команда работала, но это сделал даже не один процент населения России, это сделала просто команда людей, которые поверили в эту идею. Сейчас зарождается идея нового автопробега, чтобы он прошел по всей России, со всех регионов, и если в прошлый раз это было, когда Владимир Владимирович поливали грязью и со всех СМИ, и говорили очень много плохого, они ехали с девизом «Хватит ругать, давай помогать» за родную землю, за родовые поместья. Поэтому в этом понятии родовое поместье действительно, если вдуматься, я помещаю свой род в определенное пространство, которое передаю потом своим детям, внукам и правнукам. Вот, я тут заговорился немножко, но я хочу, еще хотелось сказать про бардов. Вообще, образ барда, я когда был на приморских струнах, и разные люди собираются там, и пиво выпивают, еще что-то там, ну, и очень светлые люди собираются. Но я считаю, пришло время новой волны, бардов новой России, вы их видели. И слово, вот само бард, бард — это человек, который имеет моральное право нести свет и истину, точнее, имеет моральное право петь, потому что они несут свет и истину, усиляют в душу людей.